Да, еще раз хочу сказать, что я поддерживаю свою пододательную часть наказания, более-менее киберное наказание. Прошу его удовлетворить. В дополнительном наказании по лишению водительских управления транспортным средством на три года прошу не отказать. Все, мы получим. Он не заслуживает воли мягкого наказания. Ему и так дано, и это уже самые минимальные. Поэтому я считаю, он должен и обязан ответить перед законом. У меня все. Присаживайтесь. Его деятельность была застрахована страховой организацией. Я вот вижу, что вы принимаете полное участие. Ну и также страховая организация оплатила часть, возместила по Ельниковскому муниципальному предприятию. То есть, вот 7 апреля, исходя из практики, этот учебник будет предвещен. Ну, будет так. То есть, есть новое имя, извините. Ну, как предполагается, за место судей. Вы здесь взяли. Я могу сказать, что я уже второй год езжу, с выставили его, мы уже его отменили в касации. Правильно, могу смотреть. Как будет принято опять решение? В арбитражном суде, из этого московского округа, четко сказано, что человек должен извещать. Вот он в Курску едет, и его представители в суде, так же, что там будет. Хорошо, 7 апреля, и где там будет. Присаживайтесь. 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 Продолжение следует... 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 нашего законодательства. В словах прокурора, практически, о чем он просил вас, я ничего не увидел. Он ссылается на мои предыдущие судимости, просит их учесть, доводить до общественного мнения. Это все правильно, понятно. На том заседание, уважаемый прокурор, не знаю, может быть, лично какой-то интерес. Он меня спрашивает, какой я совершил такой поступок перед Отечеством, что меня нужно, значит, освободить полуду пожаров у нас сегодня нет, спасать мне некого. Я всего лишь исполняю требования законной администрации, как и любой работник, как и любой гражданин, работающий в данном случае от бывающего наказания.